10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Садоводы Казахстана просят запретить импортировать яблоки с августа по декабрь. Они считают, что таким образом получится поднять отрасль. И это касается не только крупных производителей, но и мелких садоводов, а также владельцев личных подсобных хозяйств. Смогут ли отечественные производители обеспечить всю страну яблоками и будут ли эти фрукты по карману казахстанцам, выясняла Катерина Попкова. Отечественные садоводы просят правительство не возить в страну зарубежные сорта яблок, но сделать это временно. Тогда у фермеров появится возможность продать свой урожай. Пока же, по словам основателя крупного садового хозяйства Булабек Алиева, многие вынуждены работать в убыток. Даже иногда невыгодно этим нашим садовым маленьким хозяйствам собирать и продавать, потому что она станет дороже еще. Потому что на тот момент на рынках очень дешевые цены, потому что очень большой объем. К нам заходят яблоки, допустим, яблоки с Киргизи заходят к нам очень много. Сейчас прилавки заполнены фруктами из Китая, Польши, Ирана, Узбекистана. По словам агрария, частичный запрет на импорт может привести к росту стоимости продукции. Особенно в первое время. Но постепенно будет увеличено местное производство. Развиваться начнут мелкие хозяйства. Покупателям все надо. И Узбекистан, и наши надо. Я думаю, так, чтобы был выбор побольше. В основном отечественные яблоки спрашивают. Даже импортные боятся брать. Говорят же, о вкусах не спорят. Поэтому можно и местное кушать, можно и привозное кушать. Инициативу местных садоводов в Министерстве сельского хозяйства пообещали рассмотреть. Уже в этом году по всей стране начнут массово строить хранилища для фруктов и овощей. Их будет субсидировать государство. Любой проект, сельскохозяйственный проект, там стандартно 25% субсидий. То есть, если условно 100 тысяч долларов стоит проект, то 25 тысяч долларов государство возвращает в виде субсидий. То здесь мы вышли с предложением. Оно было поддержано со стороны правительства. Увеличит этот размер субсидий до 50%. Решено также создать рабочую группу. Все предложения аграриев рассмотрят. Ведь есть и проблемные вопросы. Отечественные садоводы просят отрегулировать таможенные пошлины на возимую сельхозпродукцию. Они считают, что нужно поднять ставки, чтобы стоимость импорта на нашем рынке была на уровне отечественной продукции. Одобрят ли это в правительстве, пока неизвестно. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов. Туркестанская область. Хабар, 24. В домах жителей Кентау впервые появился газ. Работы по подведению газопровода в городе велись несколько лет и вот наконец завершились. Но пока пользоваться голубым топливом может лишь часть абонентов. Подключение проводится поэтапно. Подробности у Рауля Габитова. Газа в Кентау никогда не было. Его горожане ждали с нетерпением. Говорят, теперь больше не придется запасаться дровами и углем, выносить залу и чистить дымоход. Нам приходилось гнуть спину, таскать уголь и разжигать печь. За зиму обычно уходило 12 тонн угля. Надеюсь, теперь все это позади, ведь появился газ. Строили газопровод пять лет. Бюджету это обошлось в 4,5 миллиарда тенге. Повсеместное использование угля наносит большой вред окружающей среде. С экологией в нашем городе не очень хорошо. Зимой по вечерам обычно нечем дышать. Надеюсь, с подключением газа ситуация изменится. Специалисты устанавливают распределительные трубы и счетчики. После все дело за самими жителями. Каждая семья самостоятельно подводит голубое топливо к себе в дом. Процедура, к слову, недешевая. В среднем обойдется в 100 тысяч тенге. В Кентау 18 тысяч абонентов. Пока доступ к газу получат 11 тысяч из них. Остальные получат возможность подключиться до наступления осени. Из 843 населенных пунктов Туркестанской области газом обеспечено чуть больше половины. До конца года местные власти планируют подвезти голубое топливо к 15 аулам. Рауль Габитов, Ербалат Абишев, Хуан Шабов, Хабар-24, Туркестанская область. Школа Майры Шамсуддинова открылась в Павлодаре. Ученики изучают жизнь и творчество известной казахской певицы и композитора. А вместе с этим учатся игре на любимом музыкальном инструменте артистки гармонии. Майра Шамсуддинова завораживала публику своим уникальным голосом. Она рано научилась играть на гармонии, а в 13 лет уже стала известной. Ее талант позволял исполнять трудные для мужчин песни. Перед открытием школы мы долго советовали с деятелями культуры и искусства. Вместе пришли к выводу, что нужно популяризировать творчество нашей знаменитой землячки. Было бы очень стыдно за то, что в области нет даже специального кружка. Поэтому решили открыть сразу школу. Салтанат Кисатова влюблена в творчество Майры Шамсуддиновой. Сразу же поддержала идею и пришла учить детей. Ее дочь, 10-летняя Жанель, сильно увлеклась произведениями народной певицы. Уже исполняет несколько песен автора. Недавно участвовала в песенном конкурсе. Всю ночь репетировали с мамой. Мне очень нравится играть на гармонии. А сейчас, когда Майра стала моим кумиром, хочу научиться исполнять все ее песни. В репертуаре Майры Шамсуддинова есть более двух десятков знаменитых песен. В 1926 году певица встретилась с известным в то время музыкантом-этнографом Александром Затаевичем. Впоследствии он внес ее песни в сборник 500 казахских песен никюев, которые стали достоянием казахского народа. В Казалардинской области есть школа Нартая. В Актау школа Курмангаза. У нас же, в Приртышье, на ее родине, ее именем названа улица. Теперь вот и школа есть. И мы очень рады. В Паладаре имя Майры Шамсуддиновой носит дом-музей. Там хранятся уникальные экспонаты из личных вещей народной артистки. Музейные хранители не перестают исследовать жизнь и творчество в знаменитой землячке. И порой находят неизвестные ранее исторические свидетельства и факты. Ербулабишев Марат Игельков из Паладара, Хабар, 24. Дом-бра для казахов священный инструмент. Ее считают талисманом, они и слагают легенды. А вот житель города Серебрянск на востоке страны Бауржан-Хамитов называет ее своим вдохновением. Вот уже почти 30 лет он изготавливает дом-бру и приобщает молодежь к национальному искусству. С мастером-самоучкой встретилась Анелья Симбердина. Житель района Алтай Бауржан-Хамитов в Серебрянск приехал в середине 80-х по направлению после кинотехникума. Вспоминая тогда здесь на госязыке, не говорил почти никто. После обретения независимости ситуацию он решил исправить и организовал общество «Казахталя». А потом стал и основателем первой в городе казахской школы. Зимой мы собирали, по домам ходили, по очагам ходили. Дайте детей на казахскую школу. Завтра мы собираемся открывать, уговаривали, агитировали. По списку у нас 25 человек было детей. Когда уже сентябрь, надо было уже детей привезти в школу, всего пришли пять учеников, малышей там. Так с пяти учащихся началась история казахской школы Серебрянска. И одним из тех малышей был и сын самого Бауржана-Хамитова. Сейчас он железнодорожник и помощник отца. Они вместе изготавливают дамбру. Ведь тогда, в 90-е, взять их было негде. «Надо было, конечно, детей учить, молодежи организовать. Чтобы молодежь дали школу детей, чтобы они тянулись на казахскую обучу, традицию, концертную музыку. Надо было концертную программу организовать». И Бауржана-Хамитова решил создавать инструменты самостоятельно. Мастер-самоучка долго изучал строение единственной на тот момент дамбры в городе. И понял, что сможет изготовить ее из цельного дерева. В ход пошла обычная березовая чурка. И с тех пор технология не изменилась. Первые инструменты были, конечно же, подарены школе и родным и близким. К примеру, в руках у внучатой племянницы Бауржана-Хамитова Каусар-Кузархан. Сейчас дамбра, которая уже четверть века. «Эту дамбру Бауржана-Та специально сделала для нашей семьи. Ей уже 25 лет. Ее подарили моему старшему брату при рождении. И она до сих пор в прекрасном состоянии. Теперь на ней играю я». Впрочем, у половины участников школьного оркестра тоже дамбра от местного мастера. «Когда было 25-летие нашей школы, Бауржана-Хамитова подарил большое количество дамбры. И до сих пор этими дамбрами мы пользуемся. Мы их используем для обучения, для выступления кружка Сайра-Булбул». Звучание у дамбры хорошее, делятся специалисты. Подтверждает это и главный критик мастера, его друг Сатпек Жуныса. Исполнителя народных песен, изготовителя инструментов объединяет страсть к музыке. «Понравилось его изготовление, вообще подход к этим народным инструментам. Все делает, подбор материалов и всю свою душу отдает». Главное, Бауржан-Хамитов добился своей цели. В Серебрянске сейчас большая казахская школа, где дети поддерживают традиции народа, с удовольствием играют на дамбре и говорят на родном казахском языке. Анна Лисенбертина, Жигеря Мамаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Россия объявила персонами Нонграда 45 польских дипломатов. Они должны покинуть Москву до 13 апреля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Соответствующую ноту вручили послу Польши в России. Такое решение принято в качестве ответа на действия Варшавы. В конце марта польские власти выслали из страны такое же число работников российского диппредставительства. Они подозревались в шпионаже. Тем временем продукты питания дорожают по всему миру. В марте их стоимость выросла почти на 13%, достигнув нового рекордного уровня. Такие данные представили в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Причину этому эксперты называют военный конфликт в Украине. Если первыми рост цен на себе ощутили страны с низким уровнем жизни, то теперь страдают и развитые государства. Только зерно подорожало более чем на 17%, главными экспортерами которого являются Россия и Украина. В организации предупреждают, если ситуация не изменится, то многие регионы рискуют столкнуться с острым дефицитом товаров. Space X отправила на МКС первый в истории туристический рейс. Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В экипаж вошли астронавт Майкл Лопес-Алегрия, ранее работавший в НАСА и группа туристов. Американский предприниматель Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Патти и израильский бизнесмен Эйтан Стибе. За полет в оба конца и восьмидневное пребывание на МКС каждый из трех гражданских пассажиров заплатил 55 миллионов долларов. Это первая миссия, когда туристы будут доставлены на МКС не на Российском Союзе. Возвращение на Землю запланировано на 19 апреля. К этой минуте все. Встречайте и завершайте день вместе с нами. До встречи. С вами был Ростан Балтин. Увидимся.